Женщины Бойцы это здорово Респект и уважение Но В моей практике, как я наблюдаю Женщины, которые приходят В клуб Заниматься боевыми искусствами Чаще всего приходят Либо за мужчиной Легко познакомиться С мужчиной Который представляет некую опасность Это первая цель И которая, кстати, очень легко достигается То есть я даже Был такой период Когда мне показалось, что клуб Параллельно является Таким местом знакомств Действительно подряд пришло Несколько дам, которые Впоследствии вышли замуж За бойцов моего клуба Вот было такое Ладно, бог с ним Значит, вот такая причина бывает Бывает причина, когда женщина Просто сама себя ищет, не может как-то найти Почему-то обращается именно к боевой среде Вместо того, чтобы заняться Там, не знаю, зожем Каким-нибудь, йогой Какой-нибудь еще чем-то Она идет все равно В боевые направления Ну, окей Я уважаю такой выбор Не совсем понимаю, чем Такие дамы руководствуются Но я уважаю такой выбор Это здорово Но чем это заканчивается? Как я уже сказал Как я уже сказал, эта пара дам Они действительно достигали довольно неплохого уровня Они работали на одном уровне с бойцами-мужчинами Очень хорошо работали Техничные были достаточно и так далее Но, слушайте В обоих случаях Обе дамы не могли контролировать свою агрессию Вот, ребята, согласитесь Мы, мужчины, умеем контролировать свою агрессию И хотя бы иногда умеем контролировать свои эмоции Дамы, особенно дамы, имеющие какое-то оружие, как говорится, при себе Очень часто не контролируют себя И вот это вот был именно такой случай Эти дамы заходились иногда несколько Настолько, что мужчинам, бойцам Приходилось либо просто словами их останавливать Либо слегка травмировать даже приходилось Такое тоже бывало Вот Ну, то есть Я не знаю Я бы очень хотел посмотреть Лично познакомиться Не посмотреть где-то, а лично познакомиться С женщиной, бойцом Которая действительно представляет из себя хорошего бойца И хорошего человека Не заходящегося от собственного гнева Мне было бы интересно Так Дальше Эдуард пишет В целом женщины дерутся более жестко и тем более высокий Да Да И пользуются любыми чит-кодами То есть, когда мужчина, например, и женщина спаррингуются И есть некое обязательство, например, работать не очень быстро Женщина обязательно будет работать быстрее Есть обязательство работать не очень жестко Женщина обязательно будет работать жестче Есть обязательство, не знаю, там Ну, например, не отрывать стоп от поверхности То есть вот ты как прикован, как привязан К поверхности, например Женщина обязательно будет переступать все равно Вот слушайте, это Всегда я это замечал, это факт Так Проспорт пишет, Рика Усами Прекрасная чемпионка мира по кота из Японии Дократная чемпионка Японии по карате Да, я ее видел Это замечательно, конечно, но опять я лично С ней не знаком, я не знаю ее мотивации Я не понимаю, почему она Выбрала этот путь И тем более, когда мы говорим о кота Это, согласитесь Это около боевое направление Давайте так назовем, это не боевое направление Так Алексей пишет Потому что женщины думают сердцем А мужчины мозгом Да, я с вами Согласен И видимо, знаете Как Борис Гребенчуков когда-то спел В одной из своих замечательных песен Теперь нас может спасти только сердце Потому что нас уже не спас ум Да, вот видимо этим руководствуются Женщины бойцовые, да? Когда начинают несить Не знаю Возможно Что-то их уже не спасает там Где-то С точки зрения мозга, например Не обижайтесь опять, пожалуйста Это шутка Окей Так Алекс пишет Да, женщины не могут контролировать агрессию Эта ученица известная Била всех нещадно Даже когда не надо Так Алексей пишет По легенде Стиль журавля и стиль венчунь Придумали женщины Ну да, безусловно Да И практиковался он там И Все правильно Это женские такие направления Достаточно Ну Это не единственное, кстати Направление Которое практиковалось Исторически женщинами Мы просто о юмчу Не знаем как О том, что он был создан Прям буквально женщинами Да Но есть Женщины бойцы Которые Просто варились В каком-то из традиционных Например Китайских боевых направлений Были хорошими бойцами Были даже Я уже сейчас не помню По-моему даже Как это Знаете У нас неправильно Называется сектой Какое-то направление У нас Слово секта Под каким-то негативом Всегда Потому что Сектантские Религиозные группы Какие-то существуют И прочее Но почему-то Когда говорят О бойцовских Каких-то направлениях В Китае Очень часто употребляют Именно это слово Так же как говорят Когда о буддийских Направлениях Тоже говорят Секта буддизма А здесь Секта Например Вот помните В Китае были восстания Там красных повязок Было восстание Такое Боксерские Восстание Было несколько Боксерских восстаний Когда именно бойцы Объединенные Как раз в то Что у нас называют Сектой Но это не секта В смысле Там денег Надо отдавать Лидеру Каких-то Выполнять нелепые Какие-то Ритуалы И прочее Это был круг людей Которые занимались Боевыми искусствами И хотели Для себя свободы Хотели выступить Против Там династии Например Там манзовской И так далее Так вот Был один или два Эпизода Сейчас уже не помню Когда возглавляли Такие секты Как раз бойцы Женщины Вот такое тоже было Как я и сейчас говорю Ребята Очень хотел бы Познакомиться С женщиной Бойцом Которая является Действительно Бойцом Это было бы интересно Мне очень интересно Чем она руководствуется В своих Тренировках В своем пути Боевым Так Дарья Сергеева Мастер по Юлитьюань Чемпионка По Муэйтай Ну окей Но Это не боевое Это Все таки Спортивное направление Муэйтай Это спортивное направление Юлитьюань Мы уже говорили Что это наводил Недавно И так далее Ну окей Хорошо Если она чемпионка И так далее Здорово Но опять Я ее лично не знаю Было бы интересно Алексей пишет А вам попадались Когда-либо женщины Крутые бойцы Нет К моему большому Сожалению Нет Так Но Но Значит Одна из женщин О которых я уже говорил Бойцов женщин Да Нередко При мне Вот бывали такие случаи Слушайте Это было там В 90-е годы Вдалеке Когда какие-то спички Столкновения Вообще были нормы И То что у нас сейчас Называют Полиции Не стремились Подставлять Свои головы Под такие стычки Поэтому стычки Хаотично вспыхивали И так же хаотично Гасли Сами решали Люди Между собой Вопросы какие-то Так вот Эта бойцовая женщина При мне Дважды Себя проявляла Как бойцовая женщина На улице Вот это я видел Да Не скажу Что это было Высокого класса Что-то Но Да Действительно Это было Окей Так По силату Много девушек Боевых Но лично Не знаком Я тоже Я видел много видео Связанных с силатом Я не знаю Насколько они хороши В реальном Каком-то столкновении При реальной работе Так Эдуард пишет В Голландии Женщина Сифу По Минчон Петра Шахтер Шестой Мастерский уровень Более 20 раз Победал мужчину В уличном бою Супер Супер Очень рад Замечательно Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитров А.Кулакова